МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер! Как вы помните, в наших предыдущих передачах я обещала вам, что выбор выступающих в этой студии будет полностью зависеть от вас, от ваших заявок и предложений. Думаю, вы не удивитесь, узнав, что 67% наших постоянных зрителей пожелали в первую очередь увидеть на ринге Аллу Пугачёву. Споры вокруг её имени всё ещё не смолкают, и это понятно. Смелые эксперименты на эстраде и в кино всегда воспринимаются неоднозначно. Но сегодня речь у нас пойдёт не об этом, потому что сегодня Алла Борисовна выступит у нас несколько в иной роли. Сегодня ей предстоит впервые вывести в свет ещё никому неизвестных музыкантов. Московскую группу «Браво» или «Бравоа», как, вероятные скромности, называет её солистка Жанна Агузарова. Так или иначе, но из всех московских групп дома самодеятельного творчества Пугачёва выбрала именно этих молодых музыкантов. Почему? Вот ответ на этот вопрос мы и должны получить с вами на нашем музыкальном ринге. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Аплодисменты. Кошки не похожи на людей, Кошки — это кошки. Люди носят шляпы и пальто, Кошки часто ходят без надежки. Кошки могут три пела дня Полежать спокойно у огня. Кошки не болтают чепухи, Не играют в домино и шашки. Кошки не обязаны писать стихи, Им плевать на разные бумажки. Людям не сойти с продовольственной дорожки. Ну, а кошки — мяу! Это кошки! Кошки не похожи на людей, Кошки — это кошки. Люди носят шляпы и пальто, Кошки не похожи на людей, Кошки часто ходят без надежки. Кошки могут три пела дня Полежать спокойно у огня. Кошки не болтают чепухи, Не играют в домино и шашки. Не обязаны писать стихи, Им плевать на разные бумажки. Людям не сойти с продовольственной дорожки. Ну, а кошки Мяу! Это кошки моря, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за просмотр! 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 Можно добавить? Простите, пожалуйста! Я хочу чуть-чуть добавить к тому, что сказала Алла Борисовна, вряд ли нужно разделять художественный успех и коммерческий. Я думаю, что за первым приходит второй. Так ведь? Да! АПЛОДИСМЕНТЫ Непонятно, в какой роль находится сегодня Алла Борисовна здесь. Очень приятно. А в каком... Ну тут непонятно, да? В какой роль находится здесь Александр... Я отношусь к людям профессиональным композиторам-музыкантам несколько более старшего поколения, чем молодой человек, который задает этот вопрос. Если быть искренним, могу вам сказать, я хочу продлить свою творческую молодость. И поэтому я стал серьезно интересоваться рок-музыкой. Настолько, насколько мне это удастся, я не знаю. По крайней мере, первая робкая попытка написания рок-мюзикла «Овод» принесла мне очень много интереса, очень много новшеств. И поэтому я здесь, наверное, потому, почему вы здесь. У меня вопрос к Жанне. Жанна, вы не только исполняете свои песни, наверное, но также занимаетесь тем, что пишете слова для этих песен, да? Да. И кто вам помогает, с авторством с вами работает, композитор является? Евгений Хафтан, пожалуйста. Вы довольны содружеством вашим? Очень довольна. Большое спасибо. Все песни, которые вы здесь услышите, это будут как раз песни Жени Хафтана. И некоторые только песни на слова, значит, Жанны. Одна, по-моему, да, Жанна? Две. Две. Вот. Но самое главное, что музыка, конечно, пишется именно в этом коллективе, именно с Женей. Ну, надеюсь, что все остальные, и Тамерлан, Тимур, и Сережа, и Паша, все, Игорь и Паша, они все будут тоже участвовать в создании песен, именно показывающих лицо этого коллектива. Озорное, ироничное, веселое и, надеюсь, что вечно молодое. Давайте послушаем лучше следующую песню, чтобы потом вопросы задавать. Прозрачный летний вечер, в столице тишина, и пар Батумарсианка идет совсем одна, как шлейф сжимает небо в невидимых руках и утопает добрый город. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Скажите, пожалуйста, почему вы, вот у нас в Ленинграде на музыкальном ринге, решили представить именно группу «Браво»? «Браво» правильно, да? Нет, «Браво» Кому вопрос? Кому вопрос? Калия Борисовна, конечно, к вам. А.Кулакова Но дело в том, что, во-первых, пожалуй, за долгое время я увидела группу, где солистка и девушка. Так обычно все мальчики и мальчики. А вот перед вами девочка. И замечательная. А.Кулакова Кстати, Алла Борисовна, мы это заметили, и поэтому мы хотим пожелать Жанне успешного выступления сегодня, и чтобы сегодняшнее выступление многое вам запомнилось. А.Кулакова Алла Борисовна, разрешите вопрос? Вот здесь вот, чуть налево, а теперь вот, вот он я, вот здесь вот, в этом языке. Очень хорошо. Алла Борисовна, вы, наверное, отсмотрели все-таки не одну группу, когда остановили свой выбор на этой, да? Или это была первая, которая... Ну, не одну, не одну. Не одну. Вот есть такое известное, расхожее очень высказывание «Эдит Пиаф» «Певцов много, дайте мне личность». Вот. Как вы относитесь вот к такой постановке вопроса, и означает ли ваш выбор именно этой группы и этой солистки Жанны, что вы уже заметили в них, во всех, так сказать, сложившиеся личности на эстраде, или только потенциальные, но личности? Я согласна с вами и с «Эдит Пиаф». Личность нужна. И, конечно, она бы здесь не стояла бы, на этой сцене и в этой передаче, если бы она не была личностью. Потенциальные или уже сложившиеся? Сложившиеся, успокоюсь. Уже сложившиеся. Это очень хорошо. Алла Борисовна, у меня вопрос к вам и к Жанне. Вы говорите, что Жанна пришла с женской темой, но не будет ли это повторением того, что мы видели у вас, повторением разработок этой темы у Пугачевой? А, нет, нет. Если это нет, то есть, если она несет что-то новое, то что это? Вы меня не видели в 16 лет? Видела? Видели мои темы? Вот сейчас вы посмотрите на нее. Эти темы она сейчас берет. А с возрастом посмотрим, какие к ней темы придут. Но это повторение, а мы хотели бы видеть новые. Давайте песенку послушаем лучше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Аплодисменты! 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 Можно вопрос? Мне ваша песня, вот эта, «Желтые ботинки», вообще напомнила песенку «А я иду, шагаю по Москве». Вопрос к Жене. Она не боится стать второй Аллой Борисовной? Не боится. У меня вопрос. Да, такой молодой, такие вопросы вообще. Как же она может стать второй, когда я одна единственная? У меня вопрос как жанет как раз, как солистки, как личности, как человеку, которому покровительствует Алла Борисовна. Вопрос такого рода. Вот в 83-м году Алла Борисовна как-то сказала, и это было напечатано в «Комсомольской правде», такие слова. Дань моде – это надо говорить уважительно. Эти слова надо произносить уважительно. Вот ваша позиция в этом вопросе. Как вы… Речь не об одежде, поймите меня правильно, речь идет о музыкальной моде. Каково ваше отношение, вас как солистки и как представители вашей группы, ваше отношение к музыкальной моде? Мы пытаемся создать свою музыкальную моду, свою. Не знаю, получится, нет, но мы пытаемся это делать. Получится, я думаю. Если вы нам… Можно я продолжу тогда еще два слова? Существует достаточно утвердившееся уже положение, что мода и искусство, подлинное настоящее искусство – вещи, так сказать, не совсем совместимые. Вот как бы вы на этот вопрос ответили? Микрофон, Гарри. Мы пытаемся отразить жизнь, нашу жизнь. Мы радуемся и пытаемся приносить радость людям. Если, в общем, люди уходят с хорошим настроением после концерта, это самая главная задача, которую мы выполняем. Независимо от моды, от направлений, от того, что мы играем. Это самое главное, чтобы людям было хорошо на душе и радостно. Тут прозвучало слово, что Алла Борисовна Пугачева покровительствует группе «Браво». Формулировка, по-моему, ужасная, меня она не устраивает. Она, Алла Борисовна, помогает, там, растит, оберегает, только не покровительствует, да? И, в общем, дело в высшей степени, по-моему, благородное, и пора открывать на родине Аллы Борисы бронзовый бюст. Вот спасибо вам большое. Пожалуйста. Спасибо. Дело в том, что, конечно, я им не помогаю. Я им просто не мешаю. Тоже хорошо. А вопрос был вот такой. Вот в процессе не мешания в вашей работе, Аллы Борисовны, бывают ли какие-то крупные, серьезные споры? Трудно ли вам с ней? Приходится ли вам что-то в себе ломать? Или вы сразу в чем-то с ней соглашаетесь? Тяжело ли вам с ней, когда она вам не мешает? Говори уж правду. Ладно. Да, очень тяжело. Вот сами. Тяжело, очень тяжело. Вы это понимаете прекрасно. Мне все-таки тяжело. Тяжело, так как у меня тоже характер. Поэтому немножко приходится уступать, конечно же. Еще один вопрос. Я слушаю вас и думаю, какой вы счастливый человек, что у вас есть Алла Пугачева. Да, наверное. Я знаю, о чем я говорю. Если бы у каждого из нас в жизни была такая Алла Пугачева, как было бы прекрасно. Потому что как нам это часто в жизни не хватает. Действительно, вы счастливый человек. У вас очень могущественный меценат. Никого не бойтесь. Вы молоды, прекрасны, музыкальны, замечательно поете. Перестаньте волноваться, улыбнитесь. И я знаю, как Жанна сегодня волнуется. То есть она с утра уже была больным человеком. Она впервые на телевидении. Вопросы впервые. Можно вопрос? И мне кажется, что название «Браво» идет еще и от удивительного такого качества, что ли, ее характере. Когда она сильно волнуется, у нее появляется некоторая бравада. И я хотела бы, чтобы вы присмотрелись к ней. Но сначала через песни. А уже потом, как она отвечает, сколько она заикается в этот момент, какие паузы делает, кто ей помогает. Потому что вот уже за мной как-то закрепился этот имидж, что я могу ответить. Вы знаете, этого не было вначале. Я как вышла на телевидение, у меня язык к небу присох. И у меня, что бы ни спрашивали, я вообще ничего не могла ответить. Все считали, что я туповатая немножко. А вот жизнь меня научила. Потому что жизнь – это борьба. И мне очень нравится эта передача. Вы нападаете, конечно, нападаете. Но учтите, что не на все вопросы она вам ответит так, как вы бы хотели это услышать. Но наступит то время, когда вы даже... У вас возможности такой не будет задать ей вопросы. Она поет здорово для первого раза на телевидении. По-моему, она поет здорово. Для этого, по-моему, это самое главное. Давайте послушаем еще одну песню, да? И потом, может быть, и я чем-нибудь ей задам. Я ей тоже недавно их знаю. Вот песня «Синеглазый мальчик». Вот эта песня. Мы долго спорили, давать ее здесь, не давать. Ну вот, даже мы с ней спорили. Но потом я решила давать. Думаю, может, я ничего не понимаю. Но мне она очень нравится по музыке, по исполнению. Ну, сами послушайте. Потом будем вопросы задавать. Облите мое сердце серной кислотой. Он мне назначил встречу вчера в последний раз. Вчера в последний раз он грел меня лучами синих глаз Крепко сжал мне руку и пальцы теребят Сказал прощай, мой мотылек, я умер для тебя Огните в моем сердце электропровода Да, да, да Он больше не назначит мне встречи никогда Прошу, одна по людям и суетным местам И синих глазах мальчиков встречаю тут и там Очень-очень много, наверное, миллион Но мне никто не нужен, мне нужен только он Мой синий глазый мальчик Мой синий глазый демон Мой синий глазый мальчик Мой синий глазый демон Мой синий глазый мальчик АПЛОДИСМЕНТЫ Вопросы анкеты, например, такие. Отвечают ли прослушанные произведения вашим духовным потребностям? Или чем являются для вас прослушанные произведения допингом для поднятия настроения, поводом для размышлений, предметом престижа? Вот такие вопросы позволяют прослушивать программу на ринге целенаправленно и делать соответствующие выводы. Ну что ж, на основе анкетирования социологи обещают нам дать типологический портрет группы и ее аудитории. Но это будут так называемые научные данные. А что же говорят в кулуарах? Слышали сегодня, когда сказали, она сказала о песнях о строителе Памо, помнится? То есть она отцепила. Там люди не те, которые, значит, идут на примитивное искусство, там люди очень высокие. Эта группа, я сейчас могу поспорить с любым из вас, никогда бы, может быть, не зашла. Вы считаете, появление группы, допустим, подобной группы, или вообще любой новой формы, это прогресс? Появление нового, это не всегда прогресс. Наши молодежи, наше ощущение жизни, не зашла, это не в эспрессии. Я уверен, что это все равно. Нет, если бы они исполнили эти 50-е годы, те бы не поняли. Те бы не поняли, это сейчас, абсолютно точно. Просто речь идет о том, что есть определенные возрастные пласты. Это во-первых. Но когда сталкиваются разные возрастные пласты, за этим это должно иметь определенная социальная классовая почва. А место в прогрессе должно быть у этого возрастного, так сказать, какого-то категории. Сегодня им 15, завтра 30. Вот они с этой ступеньки куда шагнут? Туда или туда? Или в сторону? Куда? Этот прогресс-то будет каким-то образом, так сказать, свяжен? О разных вещах. Вот о контркультуре. Хотите, ребята, мне попалось интересное выражение. Был такой пункт, специалист по поп-культуре. Очень рада, Алла Борисовна. Мы дышали вам в затылок, теперь мы можем лицом к лицу. Вот давайте я выражу вопрос. Алла Борисовна, можно вопрос сразу? Или пока не надо? Нет, пожалуйста, пожалуйста. Вопрос такой. Вы считаете, существует чисто развлекательное музыка? Может музыка быть вообще чисто развлекательной? Ну, то есть вот просто развлекательная музыка, это особо отдельная, понимаете, музыка. Это вот развлекательная музыка. Но когда она профессионально сделана, понимаете, хорошими музыкантами и на высоком профессиональном техническом уровне и ставит перед собой определенные задачи, развлечения, а стало быть и привлечения молодежи, и где-то снимания стрессов каких-то, понимаете, то тогда она уже становится социальным явлением. Потому что, давайте разберемся, у нас танцуют дискотеки под что? Под западную музыку, да? Мы хотим, чтобы была музыка наша. Она не хуже, она даже, может быть, лучше по каким-то образцам, если ее только действительно по-настоящему сделать, потому что только начали этим заниматься. И тогда эта музыка становится социальным явлением. Потому что молодежь наша работает хорошо, много работает. А вот, ну, вы философы, а если бы сидели бы здесь медицинские работники, психологи, а ведь для чего собирается молодежь в такую массу, на какую-то, подложим, там, группу, которая им нравится? Выпустить пары. Разрядиться. Вы знаете, это очень важно. И они разряжаются в других местах и совсем по-другому. А вот, Борисович, не получается ли здесь такая ситуация, что они все пары свои, так сказать, выпускают, и потом этих паров не хватает на какую-нибудь серьезную жизнь? Нет. Нет, наоборот. Мне кажется, бывает и так. Вы знаете, так не бывает, потому что это уже давно выяснено социологами, психологами во всем мире. Потому что они, молодежь, они знают, где разрядиться и на чем разрядиться. Понимаете? То есть вот, когда касается музыки вопрос, они разрешаются именно в музыкальном, понимаете, каком-то плане. То есть ритм, который дается им со сцены, он совпадает с их каким-то внутренним ритмом. И тогда вот это совпадение дает им возможность облегчения, понимаете, облегчения для других мыслей, для серьезных дел. Ну тогда диска, который считается... Может, я скажу пару слов. Да. Ну давайте. Я просто вспомнил, что уже где-то так лет 6-7 тому назад были получены данные Белоруссии. Производительность дорода у молодых рабочих после того, как они посещали концерт в гору Барак, то ли это было в Витебске, в гору Барак, то ли еще где-то, повышалась на 15% на следующий день после какого-то концерта. Ну правильно, потому что она активизировала какие-то физические процессы, физическую деятельность. А для того, чтобы они занимались каким-то изектуальным трудом... Может быть, это и другая музыка... Вы предупреждайте, пожалуйста, что кроме того, что они разряжаются, отдают, они же еще и накапливают все время. Чего страдаем мы? Потому что они не знают, что выбрать. Если была бы вот группа, ну, например, такой «Браво», они немножко такие танцевальные, развлекательные, шуточные, без всяких там пока, скажем, серьезных там тем, то есть другое там, исполнитель Владимир Кузьмин. На него идет совсем другая публика. На другую там группу какую-то идет другая публика. Главное, чтобы была возможность выбрать. И тогда не пойдет такая пустая толпа для того, чтобы просто разрядиться. Понимаете? Элла Борисовна, вот как раз сегодня был задан вопрос, но он такой немножко, может, невнятно прозвучал, как раз насчет выбора. Выбирают все-таки между двумя сферами, то, что мы очень так условно, нехорошо называем серьезные и легкие, все-таки акцент делается на легкой. И при этом происходит процесс, не очень благоприятный для культуры вообще, потому что развлечение развлечением, оно должно не мешать другому. Этим вопросом все-таки должны заниматься серьезные музыканты. Почему же тогда? Давайте будем говорить откровенно. Ведь неинтересная музыка современная. Знаете, вот я, например, хочу понять. Эстрадная аллаборизма. Нет, 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 не эстрадная. Нет, не эстрадная. Да, так, понимаете, она ведь скучновато. Ну, в каком плане скучновато. Я не знаю, я знаю много молодежи, которые, вот они пойдут и, знаете, им понравится Моцарт, Реквием Моцарта. Или что? К элизе Биткоина понравится. Понимаете, то есть их надо только, может, как-то привлечь к этому. Все равно противопоставить, это мы. Но я уверена, что Реквием Моцарта им понравится. У них будут какие-то ассоциации. Но я не уверена в симфонии, там, скажем, Тюткина, которая там, у него уже шестая. Значит, к чему уже ее привлекать? Конечно, это будет скучно. Ну, тут есть языковой разрыв, конечно, просто очень большой. Он сформировался, он углубляется. В этом, наверное, и причина. Потому что та же самая наша, так называемая, серьезная музыка, современная, она ведь пережила уже период овладения техниками новыми. Да. Она пережила. У нас тихо начинается с азов каждый раз. Есть же прекрасная передача, которую Виноградов ведет. Я сижу и с удовольствием слушаю. И я уверена, что эти передачи имеют популярность. И волей-неволей слушаются даже людьми, которые вообще не интересуются этой музыкой. Потому что на сцене стоит мастер, который преподносит эту тему так, что волей-неволей начинаешь просто под гипнозом находиться. Правда, потом приходит не очень хорошая артистка, которая по этой перестрирует. Итак, вы слышали? Прозвучал сигнал. Значит, нам пора возвращаться в студию. В студию, где наши гости из Москвы покажут вторую программу выступления на ринге. Можно вопрос здесь? Да. Алла Борисовна, к вам. Значит, сейчас вот по статистике в Советском Союзе на студиях звукозаписи из 500 западных ансамблей исполнителей приходится примерно 100 советских. Вот такая статистика почему-то. Не является ли это признаком того, что молодежь как-то и меньше интересуется классической народной музыкой? Вот сейчас вот этот ансамбль играет в стиле 50-х годов. Ну, хотя они говорят, что они где-то без времени играют, но все-таки это стиль 50-х годов. Мы очень любим рок-н-ролл, мы сами это все помним. Но ведь есть, может быть, мы еще дальше пойдем. Вот вы, когда начинали, вы тоже ведь пели и романсы какие-то, и очень любите народные песни. Может быть, этим заняться лучше? Чем? Пропагандой народной песни, романса какого-то, может быть, современного романса. Ну, что же только романсами или только народной песней? Ну, ведь вы сами с этого начинаете. Надо пропагандировать все лучшее, что есть у нас. Лучшие романсы, лучшие оперы, лучшие балеты, лучшую рок-музыку, лучшую поп-музыку, лучшие какие-то, ну, такие патриотические песни, только хорошие, лучшие. А то, например, и оперы тоже не лучше бывают, и балеты не лучше, и романсы, извините, у меня скучища такая показывает. Надо еще уметь это все преподносить, потому что, может быть, интерес, действительно интерес, может быть, камерной музыки и серьезной музыки немножко поугас у молодежи. Для этого, по-моему, есть несколько причин. Во-первых, такой, знаете, вы сами согласитесь, такой стереотип, что ли, есть на телевидении показа серьезной музыки. Это вот если серьезный концерт, то вначале скорее пропустить эти серьезные номера, чтобы потом уже ждали, что будут эстрадные номера. Причем, если снимают, вы знаете, оркестр играет, то снимают без всяких эффектов, неинтересно, поставили камеры, и все. То есть вот этот неинтересный показ на телевидении серьезной музыки, это, конечно, как-то отворачивает молодежь, которая любит зрелищность, любит уже какую-то яркость. И, ну, самые хотя бы лучшие образцы, самые популярные, хотя бы лунную сонату, понимаете, показать, ну, видеоклипом, я не знаю. То, к чему привыкла наша молодежь. Тогда, наверное, и по-другому будут рассматривать эти произведения. Романсы. Вы посмотрите, как их поют на телевидении. Лица-то какие. Ужас. Есть еще причина. Вот все время говорят о том, что очень много эстрадной музыки, развлекательной по радио, и совсем, значит, не дают серьезную музыку. Это неправильно. Мне кажется, что, наоборот, слишком неудачное время и много дают вот эту серьезную музыку. Потому что должны работать психологи, прежде всего, для каждого типа музыки. Может быть, как раз серьезную, нужно давать вечером, а эстрадную с утра, такую заводную, чтобы человек утром встал и сразу получил импульс. А допинг какой-то, понимаете, вот настроение. Я за серьезную музыку. Я на ней воспитывалась. Я пианистка, я дирижер, я очень люблю это. И эстраду-то я пришла, ненавидя ее, потому что уж очень она была статичная и ужасная. Может быть, и я полюбила ее за то, что она дает возможность где-то раскрепоститься, что ли, на какой-то идти в контакт с публикой. Мне кажется ли вам, что есть еще один путь возрождения у молодежи интереса к серьезной, хорошей музыке или к романсу? Путь, скажем, такой. Есть ли такая певица, такая популярная эстрадная актриса, как Алла Борисовна Пугачева? Споет романс. Которой, да, молодежь, безусловно, доверяет. А я их и пою, голубчик. Нет, я все правильно. Я про сегодняшний ринг говорю, вы сегодня не смогли бы это сделать, нет? Романс. Почему? Я могу спеть. Современный. Спасибо. Современный романс. На стихи Леонида Дербенева. Музыка Юрия Чернавского. Белая панама называется. Аплодисменты. Белая Панама, помнишь ты ее мне, одевала мама, а я была упряма, всегда была упряма, и каждый день твердила, что мне мало Панама. Белая Панама 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 Смирно встану рядом, я с тобой Я вертеть не буду головой Где моя Панама? Любимая Панама Ах, мама, мама, мама Ах, мама Ах, мама, мама Ах, мама, мама Ах, мама, мама Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, во-первых, спасибо большое, Алла Борисовна, за песню, и я вообще теперь уверен, что у Жанны все получится. До этого момента мне как-то не верилось, а сейчас я уверен. Ну, а теперь к вам вопрос, Алла Борисовна. Скажите, пожалуйста, а как вы насчет того, я здесь, чтобы вы сами с Рецидалом вот на этот ринг когда-нибудь к нам в Ленинград? С удовольствием, пригласите. Мы вас приглашаем. А я согласилась. Вы, наверное, думали о том, что вот взяв покровительством... Вы не говорите мне так больше, покровительство. Что значит покровительство? Вы помогаете этой группе, что вы выделяете ее среди других групп, то есть ставите в неравное положение тех, у кого нет вот вас, Аллы Борисовны Пугачевой. Ну, знаете, мне же легче с девушкой-то общаться, ведь я же сама была когда-то девушкой. Нет, но вы считаете, что вот этим вы для других просто создаете дополнительную преграду. Для того, чтобы пробиться на такой же уровень, добиться такой же популярности, как и группе «Браво», которой вы помогаете. Она еще ничего не добилась и никуда не пробилась. Ну, это первый шаг. Это первый шаг. А на сцене они бы, конечно, работали... Вот сейчас мы готовили, понимаете, такое выступление, то есть в программе... Ну, не буду называться, как она будет называться, в общем, говорить, как она будет называться, потому что программа, которую я хочу сделать, она как раз включает возможность выступления разных неизвестных групп, и не только «Браво». Конечно, не только. Я об этом и спрашивал, да. Вот-вот. В таком случае привилегию выступать получает только одна группа, с которой вы работаете. Нет, нет, нет. А что делать другим? Не знаю, что. Пусть приходят ко мне, я им подскажу, что делать. Но вот вы не боитесь ли, что группа «Браво» или какая-нибудь другая молодая группа, которым вы помогаете, в конце концов станут вашими же конкурентами и, может быть, даже когда-то потеснят вас? Ну, знаете, не боюсь, потому что если такие станут моими конкурентами, то я скажу, вот, видите, ребята, теперь возьмите меня к себе на работу менеджером, там, не знаю, директором коллектива, режиссером. Вы не забывайте, что у меня есть несколько профессий, и мне, конечно, я же не буду до старости петь. Это ни мне, ни вам не надо. Вы знаете, мне кажется, вопрос тут, Алла Борисовна, и вопрос, видимо, ко всем тоже. Мне кажется, что мы, так сказать, сами немножко вот создаем атмосферу вот этого вот, как вы сказали, нехорошего слова покровительства. Ведь мы сегодня все-таки слушаем группу «Браво», которая просто помогает сегодня выйти на Рин, Калла Борисовна, а все вопросы уже переключились только на нее и только к ней. И вообще, когда так я слышу про себя покровительство, это я уже как пиковая дама какая-то сразу, что мне лет сто уже. Вы посмотрите на меня. Я молодая, красивая, хватит мне говорить о том, что я старая и больная. Это моя шутка, от которой я публично отказываюсь. Вот, и я продолжу, если можно. И мне кажется, если наши вот популярные певцы окажут хотя бы какую-то вот такую небольшую помощь самодеятельным коллективам другим, от этого будет гораздо больше, чем если эта помощь оказывается по родственным каналам. Потому что тут задействован как раз творческий мотив. Творчески понравилась группа, есть возможность как-то ей помочь или не мешать своей творчестве. Поэтому у меня вопрос к группе «Браво». Скажите, пожалуйста, вот ваша такая разношурность в жанрах песен. Они у вас, понимаете, вот допустим, первое и третье, это был явно 50-60-й год, первые песни Аллы Борисовны. Опять же, так сказать, в этом стиле. Это где-то джаз, так сказать, вот перекличка. Последняя, четвертая песня совершенно в другом плане. Это что, поиск творческого лица? Или это вы хотите, так сказать, объять все эти жанры и попробовать себя во всех планах, во всех смыслах? Естественно, так как мы группа начинающая, мы еще имеем право попробовать себя в разных жанрах. Когда мы его найдем, может быть, будем работать в том жанре, который найдем. Есть еще что-нибудь сегодня, чтобы спеть можно было? Да, есть, кажется. Есть, есть. Вот мы отобрали эти песни как раз именно по этому принципу, попробовать разным, в разном ключе, чтобы вы послушали песню в разном ключе написанную. Вот особенно вот сейчас песня, пятая, по-моему, да, уже, она будет совсем другая. Но Жанна остается молодцом во всех песнях. Итак, песня «Белый день». Верю я, ночь пройдет, сгинет страх. Верю я, день придет, весь в лучах. Он пропоет, нет, новую песню о главном. Он не пройдет, нет, лучистый, зовущий славный. Мой белый день. Сколько зим, ночь была, сколько лет. Будет жизнь, гинет мгла, будет свет. Он пропоет, нет, новую песню о главном. Он не пройдет, нет, лучистый, зовущий славный. Мой белый день. Мой белый день. Мой белый день. Мой белый день. Я пойду в радость дня, блудный сын. И скажу, вот и я, здравствуй, мир Он пропоёт мне новую песню о главном Он не пройдёт мне лучистый, зовущий славный Мой чудный мир Ой, 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 ой АПЛОДИСМЕНТЫ Помимо вокальных данных, Жанна, что вас больше всего привлекает в ней? Темперамент или настойчивость или упрямство? Что-то у нее есть такое вот свое? Есть, есть. У нее свое есть. В отличие от нашего. Ну что я вам буду рассказывать, что у нее? Вот она ведь промолчала. О наших каких-то отношениях, тяжело или нет. Ну что я буду рассказывать? Это уже кухня такая. У нее, конечно, есть сильный характер. И прекрасный голос. И вы знаете, еще есть цель. Цель и убежденность. Без убежденности в своем вот творчестве на сцену и выходить не надо. А она убеждена, она будет бороться за себя, потому что ей даже и помогать не надо. Вот сейчас вот ее и не выгонишь отсюда. Спасибо. Это замечательно. Вот вы давно уже вопрос, так сказать, так вот, как сказали о том, что хотите предостеречь их от своих ошибок и поделиться... Я, может быть, не совсем правильно выражаясь, но что-то сказано было о том, что вы хотите их, да, ну где-то так, предостеречь и поделиться своими... Ошибки. Ну, как завоевание творческими успехами. От одной ошибки я бы хотела предостеречь и не только ее, а вообще молодых, ну, не обязательно молодых, начинающих, вот так скажем. Это от ощущения оглядки, что ли. Понимаете, когда это ощущение на сцене появляется, ты поешь, живешь и действуешь с оглядкой, то это уже все. Ты не артист, и не певец. Ну, а у меня еще много есть, это я вам потом расскажу, если нужно будет. Вот это вот самое главное. Безоглядность и убежденность. Это должно быть в ней и во всех, кто выходит на сцену в таком нелегком жанре, как рок-музыка, поп-музыка. Это просто, будем называть так, эстрадная песня. Жена, вот вы сейчас в программе Ленинградского телевидения. А в ближайшее время возможно ли вот посмотреть вас на экране центрального телевидения в программе, например, «Веселые ребята» или «Что, где, когда»? Ну, отдельным номером каким-то. Это вопрос ко мне. Я должна сказать, что сомнения, конечно, обуревали мною. И я очень не хотела раньше времени показывать эту группу. Надо было и одеться, и записаться как следует. Но теперь я хочу сказать, что я очень благодарна всем тем, кто пригласили нас сюда, потому что я много слышала об этой передаче. И мне понравилась ваша вот здесь обстановка, такая доброжелательная очень. Но я скажу, что если была бы возможность сниматься только на ленинградском телевидении, мы бы снимались только на ленинградском. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Каждый день мелкий дождь идёт с утра А мы с тобой опять танцуем, как вчера От Москвы до Ленинграда и обратно до Москвы Сляжу в линии и обратно в Москву Нас мы нашли друг друга, нам с тобой повезло Думба-румба, кукарачи, голубое серебро От Москвы до Ленинграда и обратно до Москвы Сляжу в линии и ограды Москвы В городе давным-давно погас Теперь танцуйте, а я буду здесь для вас Все то, что живо музыкою дышит Сердца горячие меня услышат Танцуйте Ленинградский рок-н-рол Субтитры создавал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Итак, песня «Танцуйте все со мной» Закончила выступление на нашем музыкальном ринге группа «Браво» Через некоторое время мы узнаем результаты анкетирования Сегодня его проводят группа молодых социологов ЛГУ под руководством Галины Павловны Самойловой и Геннадия Дмитриевича Горбунова На основании сделанных вывалев социологи обещают сориентировать молодых музыкантов на дальнейшие поиски своей аудитории, своего творческого лица на эстраде Ну а что думают о себе сами ребята из «Браво» Спустившись с ринговских высот на землю? СМЕХ 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 Ну не нападали на вас, а как раз? Ну что вы, я нападаю на вас, я нападаю на себя, потому что я хочу выяснить задели тот же вопрос Вы понимаете? Вам работать в будущем? Вы согласны, что вам надо свою позицию как-то выяснить? От того, как будет? Ну хорошо, что будет, вот вы не ответили, через пять лет что будет Через пять лет? Как вы себя видите через пять лет? Да, какой жанр, вид, что? Через пять лет я затрудняюсь, что будет Откуда я знаю, что будет через пять лет? Я даже не знаю, что будет завтра Правильно, да Ну не знаю, я знаю, что сегодня есть Есть какая-то новая ситуация, которая мне очень нравится Все ясно, спасибо, я вас понимаю Но вы знаете, есть такое, кто не опирается на вчерашний, не живет настоящим и не думает о будущем Вы знаете, вот вы говорите, хорошо, вас слушают 15-16 лет, а вы не заметили, кто слушает нас Ну сегодня 15-16, вот сейчас наше поколение, нас 40 лет, они прошли через этот, через Пресли, через Битлз, через все остальное, хорошо, через этот Твист, Шейк и так далее Ну хорошо, так мы-то сейчас уже взрослые люди Ребята, ну все-таки повторяется же все Что-то новое должно Пускай повторяется, жизнь всегда повторяется, если это будет повторяться все лучше и лучше, чем мы А вы не можете, а вы не можете А вы не сравнение Вы не совсем на другом уровне, вы понимаете, нельзя А нельзя сказать Прогресс всегда предполагает На более высоком уровне На более высоком уровне На более высоком уровне Тогда и мы вернемся Ребята, ну я же не могу быть сразу Я не знаю Ну подождите Немножко, ну пройдет время, со мной я или лучше Ну хотелось Ну и так, результаты экспресс-анализа Выступление московской группы Браво Музыканты Браво понравились зрителям-участникам ринга И это выражает не только глаза и лица, но и цифры 52% зрителей получили удовольствие от прослушанной программы Необычны для ринга Что они понравились людям самых разных возрастных групп Если молодым импонировала их манера двигаться на сцене Молодой напор, ритм, темп То людям старшего возраста Близок их музыкальный язык И может быть именно в синтезе вот двух таких разнородных вещей Как современная манера исполнения И старая добротная музыкальная ткань И есть эстрадное будущее И вот эта ткань соединяет ритм Главное, что воздействует на зрителя в этой программе И для участников ринга Браво не только музыка для дискотеки Таких у нас одна треть в нашей аудитории Но и зрелищное представление в концертном зале Но можно ли расценить их сегодняшнее выступление Как бесспорный успех? Вряд ли Они хорошо движутся Они легкие, мелодичные Но сегодня на эстраде По-моему, этого мало Да И больше половины сегодняшних участников ринга Видят развитие коллектива Браво В музыкальности песен И в содержательной направленности текстов А если обратиться к анализу отношения аудитории К содержательности текстов То мы увидим, что К сожалению, очень многим кажется Что их тексты примитивны Не отвечают их духовным потребностям И все же, что же нравится в Браво? Хороший голос солистки Эмоциональное исполнение Озорство Танцевальность Выразительность Но есть ведь и те, кому этого мало А почему им этого мало? А потому что Примерно две трети слушателей Не уловили какой-либо связи их музыки с народными традициями Да, некоторые говорят, что это не лучшая копия других ансамблей Что это вчерашний день И в этом смысле у них есть возможности к развитию А импонирует аудитории их уверенность Очень хочется только, чтобы эта уверенность Не перешла в самоуверенность, которая так противопоказана Любому творческому коллективу Но реальность роста такого коллектива очевидна Только нужно серьезно оценивать строго не только свои возможности Но и изучать потребности зрителя Хочется закончить наш экспресс-анализ Строчкой из песни о завтрашнем дне, который споет новую песню о главном Эта строчка из лучшей песни сегодняшнего ринга По мнению публики Песня Белый день Сколько зим Ночь была Сколько лет Будет жизнь И нет мгла Будет свет Он пропоет мне Новую песню о главном Он не пройдет Нет Лучистый Забущий И славный Мой Белый день Итак, встреча на ринге с нашими гостями из Москвы подходит к концу Вы познакомились сегодня лишь с одной из сорока рок-групп Московского Дома самодеятельного творчества Но предвижу вопрос Не пора ли нам встретиться на ринге с ленинградскими рок-музыкантами И подробно поговорить об их поисках в области современной рок-музыки Если вас действительно это интересует, пишите Наш адрес вы помните Ленинград, ЧПГ на 6, телевидение, музыкальный ринг ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok